Доступнее, качественнее и вкуснее. Сергей Морозов на встрече с региональными операторами питания объявил о модернизации системы питания в образовательных учреждениях и в летних оздоровительных лагерях. И парадокс состоит в том, что в регионе достаточно подробно разработана нормативная база, которая регулирует процесс организации питания. Но все же, еще раз говорю, мы не должны стоять на месте. В связи с этим я просто обращаю внимание всех руководителей муниципалитетов. Посмотрите на закон о социальном питании и подзаконно к нему акты, которые у нас с вами есть в регионе и которые были разработаны и приняты с 2014 года. Говоря о доступности, глава региона сделала акцент на льготном питании. Сегодня в регионе под эту категорию попадает почти 21 тысяча школьников. Это 23,6% от общего числа учащихся, что ниже среднего по России на 10%. Но на наш взгляд показатель этот неоднозначен. Понятно, что здесь две причины. Первая причина – это недостаточная удовлетворенность потребности. Ну и вторая причина, конечно, она такая более правдивая – то, что увеличивается достаток населения. Сегодня на федеральном уровне под защиту законодательства попадает только одна категория детей. Это дети с ограниченными возможностями здоровья. Организация питания всех остальных – полномочия каждого муниципалитета. Давайте вместе готовить к следующему учебному году. Расширим категорию детей, которые будут в полном объеме защищены на своем региональном уровне. Качество питания и ценовую политику, по словам Морозова, нужно привести к единому знаменателю. Еще один не менее важный пункт в ряду модернизации – цифровизация. Яркий пример – Ульяновская средняя школа номер 15, где образование получает 850 человек. Учреждение одно из первых четыре года назад перешло на электронный расчет, убив сразу несколько зайцев. Так электронная карта избавила классных руководителей от забот о сборе средств за еду. Родители получили возможность отслеживать рацион питания своего ребенка. Плюсы есть и по части СанПИНА. В дальнейшем мы будем развивать систему дополнительными устройствами. Это смарт-часы, браслеты, телефон. А это будет замена карты. То есть возможность выбора. В Центр здорового питания столовую 15-й школы преобразовали два года назад. Это позволило поменять серые стены на дизайнерский интерьер и вместо обычной раздачи еды организовать шведский стол. Поменяли здесь абсолютно все. Потому что здесь были цветы цемента. Помните раньше, какая плитка? Потолки. Полностью все оборудованы. Линии раздачи мы ее просто модернизировали. Потому что линии раздачи у нас существуют с 2015 года. Как видите, там за компьютером сидит оператор. Ознакомившись с работой модернизированного центра питания школы, глава региона выступил с предложением дать ученикам возможность моментально отреагировать на школьный обед. С помощью специальной системы оценки, например, экранов, существующих в других учреждениях или анкет в самолетах, оценить еду по шкале нравится или не нравится. В учреждениях есть специальный экран. Удовлетворен, не удовлетворен. Если не удовлетворен, то там тоже 2-3-4 выбора есть. Давайте мы тоже такое запустим. Как минимум в тех школах, в которых присутствует региона, для того, чтобы они вместе с нами понимали. Горячее питание в Ульяновской области получает больше 88 тысяч школьников, то есть 80% от общего количества учащихся. Этот показатель выше среднего по России на 16%. Рената Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.